Боже, милости, будь ко мне грешным! Создал меня Господи, ты помилуй меня! С числа я согрешил Господи, прости меня грешного, помилуй! Нам людям всегда следят восхвалять и прославлять тебя, Богородица, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога Нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувима, достойного большего прославления, чем Серафима, безболезненно родившего Сына Божия. Истинно, Богородица, Тебя величаем! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, всегда и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Иисус Христос, Сын Божий, молит ради Прочисти Твоей Матрии! Всего честного, Божитворящего Креста и Святого Ангела моего Хранителя и всех ради святых! Помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человека любец! Аминь! 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 Царь Небесный, утешитель Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий! Источник благ и подателя жизни, приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверной и спаси благие души наши! Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас! Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас! Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наши! Святые посети и исцели немощи наши! Имени Твоего Ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое! Да приедет царствие Твое! Да будет воля Твоя на земле, как на небе! Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день! И прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему! Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого! Ибо Твое царство и сила и слава веки! Аминь! А после сна преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню заглашаем Тебе силой! Свят, Свят, Свят ты Божий! Молитвами, Богородицы, помилуй нас! Слава от Сына и Святого Духа! С постели от сна Ты поднял меня, Господи! Ум мой, просвети сердце и открою ста моих, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица! Свят, Свят, Свят ты Божий! Молитвами, Богородицы, помилуй нас! И ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Внезапно пройдется идея! И деяния каждого обнаружатся! Со страхом воскликнем в полночь! Свят, Свят, Свят ты Божий! Молитвами, Богородицы, помилуй нас! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогнивался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моя среди беззагорей моих, но оказал мне обычное то человеколюбие и поднял меня с спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою и открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и распевать Святейшее Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Придите поклонимся Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу! Придите поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему! 32 целом Радуйтесь, праведное Господи Правым прилично славословить Славьте Господа на гусли Пойте Ему на десятиструнной псалтыре Пойте Ему новую песнь Пойте Ему стройно с восклицанием Ибо Слово Господне право И все дела Его верны Он любит правду и суд Милости Господней полна земля Словом Господа сотворены небеса И духом уст его все воинства их Он собрал будто груды морские воды Положил бездны в хранилище Да боится Господа вся земля Да трепещут перед Ним все живущие во вселенной Ибо Он сказал и сделалось Он повелел и явилось Господь разрушает советы язычников Уничтожает замыслы народов Уничтожает советы князей Совет же Господень стоит вовек Помышление сердца Его в рот и рот Блажен народ, у которого Господь есть Бог Племя, которого Он избрал в наследие себе С небес презирает Господь Видеть всех сынов человеческих С престола, на котором восседает Он презирает на всех живущих на земле Он создал в сердца всех их И вникает во все дела их Не спасется царь множество воинства Исполина не защитит великая сила Ненадежен конь для спасения Не избавит великую силу и своею Вот око Господне над боящимся Его И уповающими на милость Его Что Он души их спасет от смерти И во время голода пропитает их Душа наша упывает на Господа Он помощь наша и защита наша О Нем веселится сердце наше Ибо на святое имя Его мы уповали Да будет милость Твоя, Господи, над нами Как мы уповаем на Тебя Благословлю Господа во всякое время Хвала Ему непрестану в устах моих Господом будет хвалиться душа моя Услышат кротки и возвселятся Величайте Господа со мною И превознесем имя Его вместе Я взыскал Господа И Он услышал меня И от всех опасностей моих Избавил меня Кто обращал взор к Нему Те просвещались И лица их не постыдятся Все нищего звал И Господь услышал И спас его от всех бед Его Ангел Господень Ополчается вокруг боящихся Его И избавляет их Вкусите И увидите Как благ Господь Блажен человек Который уповает на Него Бойтесь Господа Все святые Его Ибо нет скудости У боящихся Его Скинны бедствуют И терпят голод А ищущие Господа Не терпят нужды Ни в каком благе Придите дети Послушайте меня Страху Господню Научил вас Хочет ли человек жить И любит ли долго Денствие Чтобы видеть благо Удерживай язык свой от зла И уста свой от коварных слов Уклоняйся от зла И делай добро Ищи мира И следуй за ним Очи Господни Обращены на праведников И выше Его К воплю их Но лицо Господне Против делающих зло Чтобы истребить Земли память о них Взывает праведные И Господь слышит И от всех скорбей Избавляет их Близок Господь С сокрушенным сердцем И смиренным духом спасет Много скорбей у праведного И от всех их Избавит его Господь Он хранит все кости его Ни одна из них Не сокрушится Убьет грешника зло И ненавидящие праведного Погибнет Избавит Господь Души рабов своих И никто из уплывающих На него не погибнет Слава на она Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресной И во веки веки веков Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Божия Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстал от сна я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадая к стопам Твоим, узываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною добровольно распявшихся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгреховный день Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколючий, став после сна я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И вели в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому милосердию Твоему, Ты дал мне работу Твоему, прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, владыка Тверец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божий сил бесплотных, всякое плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земные, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути, Ты сам, бессмертный Царь. Прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего. Творим Тебя из нечистых уст, и прости нам при грешении наше, совершенное нами делом слов и мыслью. Вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и хрезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Тогда общее судья придется славу раздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость, божественный чертог славы Его, где непрестанная голоса торжествующих и невыразима радость величьих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения в веки вечной. Аминь. Святые ангелы, поставь неблюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Галина, Ольга, Анатолий, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Елена, Надежда, Сергий, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови достояние Твое. Помогая православным христианам побеждать врагов Твоих и сохраняя силы креста Твоего в Церковь Твоем, спаси Господи и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей. Всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дары им, здравия, спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей. Всех православных христиан, подай им все грехи, вольные и невольные, дары им Царствия Небесные. Святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий на жизнь бесконечных, воистину достойно прославляй Твоих, как Богородицу. Всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и в овете веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне и Божий, моли Твоей Пречистой Твоей Матери. Преподобное богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Положи в них крепкую веру, научи благоговедь пред Тобой, удостоит крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи благочестиво, добродетельно жить пред добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия душевно и телесного успеха в трудах, избавь их от хитрых козьих дьяволов, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. И ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помолитого Прочистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твое вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, с единородным Твоим Сыном и Затворящим Твоим Духом. Аминь. 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 Молитесь всегда. Аминь. 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 И весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да и священникам, если угодно, ищите тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и умудри издавать добрые законы, да были дали достойно жить людям, чтобы было еще выделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них. И продлища этот мир, Господи, коснись их сердца, Владимира Дмитрия, Дональда Рамзанова, Владимира Александра Радогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Слава тебе за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное тобою, и для сего почти нам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день сохраняя от всякого рода зла и греха и нарушения заповедей твоих. И сохрани от покушений, от искушений непосильных. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Коснись сердца врагов, умягчи их, и перемири с нами, если угодно, и в судный день не помяни их безумия, и посети благодетели наших, воздаем добром. Всей жизни и будущей, Елену, Людмилу, и обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Гарду. Хвала тебе, наш Спаситель. Посети родных и близких наших, и всех сродников их. Найди, благослови. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Господи, Боже наш, мы молим Тебя о всех заповедавших нам молиться о них. Коснись их сердец, путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови. И посети болящих, и дай силу перенести страдания. И пошли мы в исцеление. Лариона, Кирилла, Алексея, Аликтина, Людмилу, Татьяну, Татьяну, Надежду, Валентину, Валентину, Марею, Александру, Анну. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. По твоему благоволению, все это может оказаться на пользу нам. Найди отступников, возврати их к спасению. Михаила, Николая, Александра, Юлию и Максима благослови. Я прошу тебя, милостивый Господь, жалься над пьяницами, Павлом, Михаилом, Андреем, Владимиром, Александром. Потерянного Александра найди. Игоря. Хвала тебе, наш Господь. Слава тебе, милосердный. Господи, защити и сохрани наши сокровища здесь в интернете, книги здесь и в пути. И благослови трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава. И найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Слава тебе. Упокой, Господи, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье, жизнь вечная отошедшая. Родители, Сродники, Благодетели, все православные христиане и все волосы. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир в человеках благоволения, Аллилуйя. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который ты дал мне веру в тебя, страх пред тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Воздай милостью и вечности всем, трудившись над моей душой, и возрастание ее в тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами твоими. Благослови всех, помогавших нам совершить наше путешествие. Виктора Николая, Павла, Зинаиду, Владимир и Дмитрия Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю тебя, мой ангел. Сколько лет ты защищал, спасал от видимых и невидимых опасностей. Только вечность откроет это. Прошу тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и во всем быть экономным, и видеть нуждающихся в нашей помощи, и помогать им. И каждому дару и жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езраниеми, Амос, Наум, Исайя и Еремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агейс, Афония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отреки, пророк Михея, Аврам, Исаак и Акок. Да исполнит Господь Церковь Свою ныне Духом Пророческим. И ожидать Тебя, чтобы Господь не застал нас сонных, чтобы светильники наши горели истинной верой и наполненной елеем добрых дел, с отделанной в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие. И святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфей, Марк, Лука, и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Устин, Философ, Космай и Дамиян, Андрей Стратилат и Ирон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон. Сорок святых мучеников. Царь Николай, Ситуация, Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, Господи, дай ее. И устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григория Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Фрем, Серин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Сипан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет, И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас. Да сохранит и укрепит нас, Господь, в святой православной вере. А замысле ретяков разруши, Господи, и в ничто преврати и развей. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матери Ксапия, Варвара, Екатерина, Перепетойна, Тьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, Молчание, Соломудрие, Стыдливость И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейство её, Евгении, Надежды, Светлана, Людмила и Анны. И прими нашу молитву воздьяния рук, Как жертву вечернюю благоухание, Приятное перед престолом благодати, Господи, И соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле, О Всевышний Создатель, Ты единая наша защита, солнце, Мы к Тебе прибегаем И умоляем Тебя, Услыши молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий И пролитой крови, Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Услыши, Прими и исполни нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб Твой, Слушает и дослышит раб Твой, Господи, Сохрани наши жилища и селения От пожара, воров, нечистой силы Живущих Андрея, Игоря, Игоря Ферафима И обрати Владимира, благослови болящую Людмилу, любовь Владимира, Алексея, Иосифа, и прищи добрых жителей с детьми, любящими уставы твои, и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадо и Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. Надежду, Валентину, Екатерину, Екатерину, Галину, Галину, Анастасию, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустикам, Самире, Тимуру, дай добрую веру в тебя, Христос, Спаситель наш. И нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя, Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 26. Вопрос 3809. «Сразу ли начали исследовать, оказавшиеся в эмиграции, отчего постигла такая катастрофа всю Белую Русь? И правильное ли направление приняли их исследования?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Задолго до эмиграции многие видели, что так бесконечно продолжаться не может. И рано или поздно оно сорвется. Пробовали, как и во всех государствах, тушить путем подавления восстаний, репрессиями. Не помогло. Случайно ли, что уже при полыхавшей революции на стыке 1917-18 годов, впервые церковь официально стала говорить о необходимости дать людям более понятное богослужение? Тьма в народе была такая, что сравнивать с апостольскими временами духовное состояние христиан просто не приходится. Запретить слушать агитаторов, якобы ратующих за низы, было никак невозможно. В пустоту душ хлынула самая отвратительная, самая зломная. Грабительская, низменная принималась и стали бравировать бессовестностью, жестокостью. Евангельское вести даже в то время так и не было слышно. Подумаем, что если бы точно так вот все и было, но население России было бы заменено первоапостольскими христианами, то что бы мы увидели? Читайте житии за первый век. Была полная победа света над тьмой. Самое страшное, что исследовать пояснение так и не начали. И даже напротив того глушили живую мысль, когда она направлялась по нужному руслу. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат в глаза, как пристальная дула, глядит горящий циферблат. Закрыв руками, грудь и шею вот-вот сейчас впальнет в меня, я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. От цепенелого сознания коснется тиканье часов благополучного изгнания, я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтоб это вправду было так? Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг. 1927 год, Берлин, Владимир Набоков, Пророк Исайя, 29.3 Я расположусь встаном вокруг тебя, и стесню тебя стражу наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. Шапка закидательства кончилась, хмель сошел. В день именин, а может быть рождения, был заяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей за шумной беседой вино лилось рекой, сосед поил соседа. И заяц наш как сел, так с места не сходя, настолько окосел, что, отвалившись от стола, с трудом сказал, «Шли домой, да ты найдешь ли дом?» спросил радушный еж. «Поди, как ты хорош, ушлек бы лучше спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадешь, все говорят, что лев в округе объявился». «Что зайца убеждать?» Зайчишка захмелел. «Да что мне лев?» кричит. «Да мне ль его бояться? Я как бы сам его не съел. Подать его сюда пора мне с ним рассчитаться. Да я семь шкур с него спущу и голым в Африку пущу». Покинув шумный дом, шатаясь меж стволов, как меж столов идет косой, шумит по лесу темной ночью. Видали мы в лесах зверей почище львов, от них и то летели калачья. Проснулся лев, услышав пьяный крик, наш заяц в этот миг сквозь чащу продирался. «Лев цап его заворотник!» «Так вот, кто в лапы мне попался!» «Так это ты шумел, болван!» «Постой, да ты, я вижу, пьян, какой-то дрянь анализался!» Весь хмель из головы у зайца вышел вон. Стал от беды искать спасение он. «Да я, да вы, да мы, позвольте объясниться, помилуйте меня, я был в гостях сейчас, там лишнего хватил, но все за вас, за ваших львят, за вашу львицу, ну, как бы тут мне было не напиться!» И когти подобрав, лев отпустил косого. «Спасен был хвостунишка наш!» Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного, но обожал подхалимаш. Сергей Михалков «Из страны получился крепкий гулаг. Вся страна сделалась огромной тюрьмой. Езекииля 3.25 «И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. Вот! Я вошел и дверь прикрыл и показал бумаги и так толково обижнулся». Сергей, обожди! «И не будешь ходить, а ты не опять выбросил!» Господи, помилуй! «Изекииль 3.25 И вот это какое наказание!» «И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». «Не будешь, а ты будешь ходить!» «Вот я вошел и дверь прикрыл и показал бумаги и так толково объяснил, зачем приехал в лагерь. Начальник, как уключено, скрипит и ни в какую. В кино мне роль поручена, опять ему толкую. И вот для изучения такое ремесло имею направление. Дошло теперь? Вот это мы приветствуем, чтоб было, как с копирки, вам хорошо под следствием полугодиков в бутырке, чтоб ощутить с затылочком, что чуть не расстреляли, потом по пересылочкам, тогда бы вы сыграли. Внушаю, бедолаги, я настойчиво, с трудом. Мне нужно прямо с лагеря, не бывший под судом. «Да вы ведь знать не знаете, за что вас осудили, права со мной качаете, а вас еще не брили. Побреют, рожа сплющена, но все познать желаю, а что уже упущено, талантом наверстаю. Да что же околеситься?» Опять он возражал. «Возражать пять лет в четыре месяца, экстерном, так сказать». Он даже шаркнул мне ногой для секретарши Света. «У нас, товарищ дорогой, не университеты, у нас не выйдет с кондачка из ничего конфетка, здесь от звонка и до звонка, у нас не пятилетка. Так что давай-ка ты валяй, какой с артиста толк, у нас своих хоть отбавляй», сказал он и умолк. «Я снова вынул пук бумаг, ору до хрипа в глотке, мол, не имеешь права, враг, мы здесь не в околотке, мол, я начальству доложу, оно, мол, разберется. Я стервенею, в роль вхожу, а он, гляжу, сдается. Я вражи удержа, мне нет, бумагами трясу, мне некогда сидеть пять лет, премьера на носу». 1978 год, Владимир Высоцкий. «Все позади и КПЗ, и суд, и прокурор, и даже судьи с адвокатом, теперь я жду, теперь я жду, куда, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлют, мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда, куда меня пошлют, да воркуты идут посылки долго, до Магадана несколько скорее, но там ведь все, но там ведь все такие падлы, суки-волки, мне передач не видеть, как своих ушей. И вот уж слышу я, за мной идут, открыли дверь, из сонного подняли, и вот сейчас, вот прямо сейчас, меня куда-то повезут, а вот куда, опять паскуды не сказали». 1963 год, Владимир Высоцкий. «Языкиль, 23-49. И возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог». Идут во мрак забвения панура все те, кто кровью проливал реки, калифы, «Жигущие библиотеки», «Итог вемат, зловещие фигуры», «И чванятся, пожалуй, лишь тимуры, мол, не у всех же внуки у лук беки». Леонид Мартынов, Иеремия 14, 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред тобою». Иеремии 57. «Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили, мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надеждою отцов их». Прок Даниил 9, 8. «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою». «Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой, обрызганной, душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый, приветливо кивает головой. «Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». 1837 год. Михаил Лермонтов. Иеремия 6.23 «Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосерды, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою». «Держат в шестой тонн». «По теме, о чем есть шесть поэтов, и у каждого эпиграфа, и на как раз по теме». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 27. Вопрос 3932. «Как сами зарубежные православные понимают свое нахождение там, за границей? Поняли ли они свою миссию так, как апостолы первого века?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Ну и вопрос. Да когда же в православии согласовывались, сверяли свои действия с первым веком? Все упиралось в богослужебные книги, привезенные при князе Владимире в опыт исторической «независимой церкви в России». «Благовестие никогда не было главным. Никогда и ни дня». Цитата. «Задача определения миссии русской православной церкви за границей, поставленная передо мною сегодня, непростая. Без сомнения, многие среди нас осведомлены лучше меня в сфере истории нашей церкви, и вряд ли я смогу привести из речения наших иерархов о миссии русской православной церкви за границей, с которыми вы не знакомы. Моя задача также не заключается в том, чтобы преподнести свои личные убеждения и мнения. Цель моего выступления определить основы самопознания русской православной церкви за границей, необходимые для обсуждения тех важных вопросов, ради которых мы здесь собрались. Мне кажется, что слова великого подвижника и святого русского рассеяния святителя Иоанна Максимовича, перед мощами которого мы здесь соборно собрались, наиболее подходящие в качестве выступления. Цитата. «Русские беженцы, рассеянные по всему свету, часто...» Так, что так... Заново. «Мне кажется, что слова великого подвижника и святого русского рассеяния святителя Иоанна Максимовича, перед мощами которого мы здесь соборно собрались, наиболее подходящие в качестве выступления...» Цитата. «Русские вступления...» Господи, помимо, в качестве вступления... Так, еще раз. «Мне кажется, что слова великого подвижника и святого русского рассеяния святителя Иоанна Максимовича, перед мощами которого мы здесь соборно собрались, наиболее подходящие в качестве вступления...» Цитата. «Русские беженцы, рассеянные по всему свету, часто находясь в тяжелых условиях, ждут того светлого дня, когда отечество освободится от власти безбожников, терзающих душу и тело их братьев, и они смогут соединиться с ним». Вся зарубежная церковь несет с ними тяжкий крест изгнания. «Ни в чем не изменив православию, храня предания и обычаи русской церкви, и я, материальное достояние, находящееся за границей, она по силе своей окормляет свою паству, удерживает ее в православии и воспитывает в ней новые поколения и распространяет православие в народах, среди которых находится». Конец цитаты. Свидетель Иоанн ясно определяет двоякую миссию русской православной церкви за границей, а именно сохранение среди русской иммиграции православия со всеми связанными с ним традициями и обрядами, без каких-либо изменений и распространения православия в неправославной среде. Эта миссия совершается в контексте чаяния Родины и ожидания ее освобождения от коммунистического ига. Эти две цели повторяются во множестве выступлений со времени начала осуществования русской православной церкви за границей до наших дней. Само название нашей юрисдикции русская православная церковь за границей содержит в себе одновременно и указания нашей миссии и моя попытка разобраться в этой теме будет именно построена вокруг нашего наименования. Обсуждение главных вопросов русскости, принадлежности к православию и нахождению себя в зарубежье разрешит нам приблизиться к разрешению поставленной задачи. Каждый вопрос необходимо осмыслить по отношению к его историческому и первоначальному определению, его проявлению в настоящем, в реалиях церковной жизни и в конце концов его влиянию на наши отношения к московскому патриархату. Во все время нашего существования самых первых дней изгнания вплоть до сегодняшнего дня русская православная церковь за границей всегда ощущала себя именно в первую очередь русской. Более того, паства русской зарубежной церкви наставлялась в сохранении своих корней в русской культуре, языке и обычаях. По сей день русский язык является господствующим сфере как административной, так и других. Преподавание в свято-троицкой духовной семинарии и поныне ведется на русском языке и богослужебным языком является церковно-славянский. Акцент на русскости неправильно было бы рассматривать неким проявлением светского национализма и этнической сентиментальностью, а скорее в церковном смысле, выражением наших отношений и нашего участия в русском православии и сохранения оного во времена, когда в России культурные традиции и сама русская церковь подвергались внешне жестоким ограничениям и внутренне политической и идеологической пропаганде. На протяжении долгих лет в течение 20 века русская зарубежная церковь являлась единственным источником духовной богословской литературы на русском языке. Трудно встретить верующего человека, который в доперестрочное время не питался духовной пищей, напечатанной в одной из церковных типографий русского рассеяния, о чем всегда вспоминают с благодарностью. Русская православная церковь за границей всегда рассматривала свое существование исключительно в контексте судеб России и положения гонимой церкви на родине. С первых дней зарубежная церковь считала свое положение временно самоуправляющей частью единой русской церкви с задачей окормления верующих, оказавшихся за границей и озвучивания свободного голоса русской церкви. Зарубежные архиереи за богослужениями возносили имя святейшего патриарха Тихона, под чьим амафором в первое время они продолжали находиться. Уход из-под административного подчинения патриарху московскому был вызван реально практическими соображениями выраженными в указе номер 362. Таким образом независимость зарубежной церкви на первых порах ее существования не была вызвана личностной самоопределяющейся тенденцией, а практической необходимостью. Только с возглавлением церковной администрации митрополитом Сергием русская зарубежная церковь порвала евхаристическое общение с церковью России. Архипастыри за границей с самого начала своего заграничного пребывания чаяли духовного возрождения России. Но чаяние прозвучало на первом всезарубежном соборе в Сербии в 1921 году. Цитата. Духовное возрождение может совершиться только под благодатным воздействием церкви. Конец цитаты. Более точное определение уже дано Архиерейским собором 1927 года. Требование митрополита Сергия Острогородского о принятии заграничным духовенством его декларации 1927 года и выражение лояльности советской власти вызвало следующий ответ. Цитата. Зарубежная церковь по-прежнему хранит верность своей матери церкви российской и взяла на себя высокую но и тяжелую ответственную миссию хранить все основы традиции и величия русского православия и русской православной церкви и говорить свободно и открыто по всему миру от имени поравощенной матери церкви и изнывающего в неволе русского народа и других населяющих Россию народов конец цитаты более того собор 1928 года открыто раскритиковал деятельность и молчание московской патриархии и призвал всех русских людей сбросить себя ибо иго коммунизма уникальность положения русской зарубежной церкви четко прозвучала в соборном послании архиерейского собора 1933 года цитата никто из нас не решится конечно утверждать что действующие ныне за границей порядок русского церковного управления подходит под обычные нормы церковного права ни святые каноны ни последующие церковное законодательство не могли конечно предвидеть великой войны произведшие глубокие потрясения во всем мире и спутавшие повсюду не только прежние политические но часто и церковные отношения еще более тяжкую катастрофу вызвала в России революция разрушившая почти весь нормальный строй церковной жизни последняя вероятно долго еще не сможет войти в спокойное устойчивое русло разве существующие ныне там организацию церковного управления даже православной или так называемой Тихоновской церкви можно вполне оправдать с точки зрения канонов и определения всероссийского церковного собора 1917 1918 году разве не раздаются там справедливые возражения против законности нынешнего синода подобранного митрополитом сергием по его личному усмотрению по крайней мере в лице наиболее влиятельных его членов и разве не подвергаются сомнению канонические полномочия самого нынешнего заместителя местоблюдителя патриаршего престола конец цитаты в приведенной цитате особый интерес вызывает осознание нерегулярной ситуации церковной администрации как за рубежом так и в России в силу трагических событий первых десятилетий 20 века несмотря на то что отношение к церковной администрации митрополита сергия явно насторожено отсутствует прямое осуждение оной отношение русской зарубежной церкви к церкви в России также следует из выше приведенного послания цитата что же касается его отношения к матери церкви то зарубежная русская церковная организация считала себя не более как ветвью последней органически связанной со всем русским церковным телом хотя и лишенной временно лишь внешнего церковно-административного соединения с последним свидетельством ее неразрывного духовного единства со всей русской церковью служила всегда неизменно совершавшиеся возношения за богослужениями сначала имени святого патриарха Тихона а потом его заместителя митрополита Крутицкого Петра пока представлялась возможность сношений спокойным патриархом Тихоном высшее церковное управление за границей всячески старалось получить от него хотя бы неофициально утверждение и одобрение для своих важнейших определений действуя при этом всегда с большими мерами предосторожности прекращение таких сношений с главой русской церкви после того как святейший патриарх был лишен большевиками свободы зарубежное церковное управление отнюдь не стремилось к присвоению себе автокефальных прав в чем пытается обвинять их митрополит Сергий вся заграничная церковная организация считала и считает себя до ныне учреждением чрезвычайным и временным которое немедленно должно упраздниться по восстановлении нормальной общей и церковной жизни в России конец цитаты комментируя это послание в 1946 году архиепископ Никон выразился следующим образом цитата зарубежная же церковь в послании своего первоиерарха заявила что она остается непоколебимо верной своей матери русской православной церкви и немедленно воссоединиться с нею как только русский народ освободится от безбожной власти и московская патриархия будет свободной от порабощения коммунистической власти конец цитаты 1938 году на заседании второго всезарубежного собора прозвучали следующие слова цитата Боже спаси Россию Боже сохрани и укрепи ее страждущих сынов в самой силе своей веры веры и терпения несущих твое свидетельство миру Боже собери нас всех в луна общей матери общей нашей матери церкви на родной святорудской земле которую восстави заступи сохрани и помилуй твоей благодати конец цитаты однако вне зависимости от горячего желания восстановить утерянное евхаристическое общение с церковью в России архипастыри зарубежной церкви не были готовы на такой шаг до тех пор пока церковь в России оставалась порабощенной коммунистической властью на призыв патриарха Алексия первого к объединению архиерейский собор в 1947 году ответил следующим образом цитата высшее церковное управление в России в лице нынешнего главы русской церкви патриарха Алексия неоднократно уже обращалась к зарубежным епископам с увещанием войти в каноническое подчинение патриархии наповинуясь велением своей пастырской совести мы не находим для себя нравственно возможным пойти навстречу этим призывам до тех пор пока высшая церковная власть в России находится в противоестественном союзе с безбожной властью и пока вся русская церковь лишена присущей ей по ее божественной природе истинной свободы конец цитаты здесь особое внимание следует обратить на подтверждение канонической легитимности московского патриархата находящиеся ссылки на патриарха Алексия Первого как на цитата нынешнего главу русской церкви архиерейский собор в 1959 году подтвердил свою позицию отказа объединения с московским патриархатом до полного освобождения последнего от влияния безбожников одновременно собор настоял на своем неразрывном единстве с православной Россией цитата мы составляем одну семью со страждущими братьями нашими томящимися под гнетом безбожной советской власти мы русские принадлежим к нашей православной русской церкви еще недавно наставляемой преподобным Серафимом Саровским и праведным отцом Иоанном Кронштадтским а ныне прославленной множеством страдальцев братьев наших уподобившихся первохристианским мученикам мы будем стремиться навсегда сохранить наше духовное единение с ними не отойдем от церкви нашей и не отречемся от исповедников ее во дни испытания земли русской конец цитаты подобное отношение выразил и архиерейский собор 1967 года цитата русская православная церковь за границей ожидает того благословенного дня когда с русского народа спадут оковы коммунистического рабства когда в первопрестольной Москве восстановится свободное высшее церковное управление во главе с всероссийским святейшим патриархом духовным отцом русского народа которому и представит русская православная церковь за границей все свои деяния и сольется со своей матерью русской православной церковью конец цитаты подобное отношение и было выражено весьма недавно еще в 2001 году когда архиерейский собор несмотря на неготовность объединяться подтвердил свое видение русской церкви московского патриархата как служащий русскому народу цитата между тем вопрос о соединении не поднимался и никто не собирается поднимать его в настоящее время что касается московской патриархии независимо от нашего отношения к ней хотим мы этого или не хотим ее духовенство окормляет значительную часть православного русского народа если там происходят сдвиги в лучшую сторону то мы не можем этого не приветствовать но вместе с тем есть еще много чего что нас разделяет конец цитаты подводя итоги несомненно исторические канонические как и духовные корни русской зарубежной церкви неразрывно связаны с Россией и русской церковью сама миссия прояснилась в трех сферах сохранением заступничества и ожидания на протяжении длительного времени советского режима в России когда во многом наблюдалась опасность уничтожения как русского православия так и русской культуры вообще русская зарубежная церковь пыталась сохранить как духовные сокровища так и достояние русской многовековой культуры одновременно русская зарубежная церковь считала своим долгом как свободная часть единой русской церкви выступать от имени гонимой русской церкви считая московский патриархат подъеремным антихристианской власти критика в адрес московской патриархии часто именно и сводилась к ее умалчиванию фактов положения церкви в России но зарубежная церковь продолжала чаять падение коммунистического режима и возможности реализации внешнего единства русской церкви обратимся к нынешнему положению нашей церкви по отношению к упомянутой миссии литургическое наследие русской церкви и до какой-то степени русский язык и культура сохранились русская православная церковь за границей также устояла перед искушениями поиска автокефалии или подчинения другой поместной церкви как мы это наблюдаем с другими частями русской церкви но одновременно мы обязаны не закрывать глаза на существующее разнообразие в лоне нашей церкви любой приход в себе содержит представителей четырех разных групп во-первых люди родившиеся до и во время второй мировой войны часто в лагерях для перемещенных лиц или в изгнании являющиеся носителями русского языка выросшие на западе во-вторых потомки первой волны русской эмиграции тоже выросшие на западе часто но далеко не всегда утерявшие русский язык в-третьих новые эмигранты выехавшие из России после распада Советского Союза и новообращенные в православие нерусского происхождения и православные другого этнического происхождения в наши обязанности входит пастырское попечение о всей нашей пастве что осложняется часто языковым барьером многие из нашей паства не понимают ни по-русски ни по-церковно-славянски из них мало кто себя ощущает пребывающим в изгнании и Россию чаще всего считают отечеством скорее символическим оттенком известно что никакого массового возвращения в Россию после распада Советского Союза не последовало наоборот появился поток иммигрантов из России на запад однако имеет ли все вышесказанное какое-либо отношение к вопросу отношений между русской зарубежной церковью и московским патриархатом хочу предложить ряд вопросов ответы на которые могут помочь нам в этом разобраться неоднократно наши архиереи повторяли что одним из основных моментов нашей миссии является будущее объединение с русской церковью после освобождения России и возможности для существования церкви в полной независимости произошло ли это можно ли на самом деле назвать российскую федерацию сегодня свободной страной до какой степени московская патриархия управляющий слой который был избран еще в советские времена внутренне независимым высокопоставленные церковные политические деятели неоднократно указывали на важность объединения русской церкви для укрепления объединенного русского народа но является ли объединение национально политической или церковной целью иными словами насколько общее русское наследие является достаточным каноническим обоснованием для объединения тем более что наше паство проживает на западе из которой немалое число или полностью ассимилировалось или же вообще не имеет русских корней обратимся теперь к вопросу миссии русской православной церкви за границей по отношению к православию многое относящееся и к этому пункту уже было упомянуто в нашем обсуждении идентичности русской зарубежной церкви по отношению к русской православной церкви московского патриархата в особенности в осознании своей русскости как важной точки соприкосновения с русской церковью возложенная ответственность в этой области сама по себе уже могла бы ограничить миссию русской зарубежной церкви но вспомним второй пункт миссии зарубежной церкви а именно распространить веру учрежденную нашим спасителем и его апостолами во все страны рассеяния русских православных верующих с этой точки зрения наша миссия не ограничивается только окромлением русского верующего народа нет миссия расширяется и требует от нас распространения православия вокруг нас тем самым миссия приобретает еще приобретает более широкое и кафолическое значение в особенности это проявлялось в тех случаях когда зарубежная церковь выступала против обновленчества модернизма и экуминизма с целью сохранить чистоту православия впервые роль русской зарубежной церкви как хранительница чистоты православия открылась в связи с расколом живоцерковников получившим свое начало в 1924 году от советского государства русская православная церковь за границей призывала все поместные церкви не признавать живую церковь легитимной одновременно пытаясь защищать святейшего патриарха Тихона также русская зарубежная церковь выступила в 1931 году против календарной реформы и других нововведений архиепископ Никон Арклицкий пишет цитата в 1931 году архиерейский собор высказал свое отрицательное отношение к проекту Константинопольского патриарха о созыве 8 Вселенского собора указывая на невозможность участия в нем плененной безбожной властью Великой Русской Православной Церкви осудил введение в церковную жизнь нового стиля и других антиканонических реформ предлагавшихся и отчасти принятых некоторыми поместными православными церквами в угоду господствовавшему тогда модернизму Конец цитаты Зарубежная церковь не только словами ограничила свои действия Зарубежная церковь предложила 30 валаамским монахам изгнанным из своей обители за противостояние новому стилю прибыть в Сербию где в то время находился Синод Архиерейский собор 1932 года анафематствовал масонство а в 1935 году осудил учение отца Сергия Булгакова о софианстве в 1945 году митрополит Анастасий обратился со следующими словами к цитата американской православной церкви цитата наша зарубежная церковь должна остаться светлым маяком указывающим православный путь для богословской мысли и церковной практики тем кто ищет его именно поэтому мы должны особенно стремиться сохранить этот маяк в сумерках наступающих смутных дней конец цитаты возрастающее количество новообращенных православия также не осталось без внимания архипастрии 1962 году архиерейский собор писал следующее цитата итак православные христиане призываем вас очнуться от равнодушия к нашей православной вере красоту которая все больше и больше узнают многие иностранцы и ценят ее больше чем сами православные и склоняются пред истинное православие ныне вводит Христос новых овец в свою ограду конец цитаты нельзя и забыть особую роль русской православной церкви за границей в неоднократном осуждении экуминизма в особенности отразившемся в трех скорбных посланиях написанных с 1969 по 75 года митрополитом Филаретом а также и состоявшиеся анафематствования ереси экуминизма в 1983 году влиятельным голосом особо ярко выражающим миссию русской православной церкви за границей в области соблюдения чистоты православия часто своими высказываниями находящимся в полной противоположности к другим поместным церквам являлся архиепископ Аверки Тауш стоит хоть коротко обратить внимание на его высказывания например на разные подложные высказывания и действия поместных церквей владыка Аверки призывал архиерейский собор цитата сказать мужественно и бесстрашно свое сильное и веское слово защиту поругаемой и унижаемой истины ясно и четко архиепископ Аверки также высказался на тему его введения миссии русской зарубежной церкви цитата в деле нашей внутренней миссии чрезвычайно важно еще то чтобы лицо наших посомок было совершенно ясно и четко очерчено все верные чадо нашей церкви должны прекрасно понимать и отдавать себе ясный отчет в том почему они принадлежат именно к русской зарубежной церкви а не какой-либо другой церкви или юрисдикции должны ценить эту свою принадлежность и дорожить ею в этом вопросе не может и не должно быть никаких двусмысленностей никаких компромиссов или послаблений никакого сидения между двух стульев в другом месте архиепископ Аверки обращает наше внимание на духовную брань нас преследующую цитата путь нашей русской православной церкви за границей это путь свято-владимирский путь богопознания путь твердого стояния в православии путь полной непримиримости к дьявольскому злу и борьба с ним до полной победы над ним с помощью Божией сам путь русской православной церкви за границей архиепископ Аверки обозначил следующими словами цитата наша русская зарубежная церковь дорога нам тем что среди общего поработившего почти весь мир духовного мрака она ставит свои главные задачи сохранения полной духовной свободы от безбожных и антихристианских сил конец цитаты русская зарубежная церковь в особенности начиная с послевоенной эпохи все более выдвигалась как голос сопротивления возрастающему модернизму и экуменизму в рядах мирового православия последствия проявились в трех областях во-первых произошло заметное отчуждение от поместных церквей юрисдикции во-вторых солидарность старокалендарному движению сперва в Греции впоследствии в Болгарии и Румынии как и в зарубежной и в конце концов все более заметное увеличивающееся количество новообращенцев из которых многие сознательно приняли православие в русской зарубежной церкви а не в других церквах современное положение заставляет нас определить конкретные и непосредственные проблемы православного мира экуменизм календарная реформа наравне с богословским и литургическим модернизмами для православия многое из изречений митрополита Филарета Вознесенского и архиепископа Аверкия Таушева сохранило свою злободневность и на сегодняшний день патриарх Константинопольский как и его предшественники по сей день показывает себя явным и активным сторонником экуменизма православный мир разделен разными календарями ситуация в Америке особо тревожная многое что предлагается верующим под видом православия давно уже не узнать таким апостасийный дух продолжает пребывать в основе явлений модернизма и экуменизма несмотря на некую эволюцию и видоизменение этих движений на протяжении последних десятилетий неужели нам поверить что со времен святителей Филарета и Аверкия процесс апостасии приостановился сохранение неизменного православия как миссия русской зарубежной церкви по отношению к нашему единению с московским патриархатом несомненно требует разъяснения целого ряда вопросов разделяет ли русская православная церковь московского патриархата подобные беспокойствия догматического и пастырского рода по отношению к современным угрозам чистоте православных догматов и обычаев как например экуменизм богословский и литургический модернизм и новый календарь согласна ли практика московского патриархата по отношению к экуменизму его письменным утверждением объединяясь с московским патриархатом сможет ли русская православная церковь за границей продолжить свое исповедничество о чистоте православия патриархатом многие многие из нашей пасты обратились в русскую зарубежную церковь в отличие от других юрисдикций сознательно смогут ли они с чистой совестью пребывать и впредь в лоне нашей церкви даже если мы убедимся в идентичном подходе московского патриархата к опасности экуменизма и модернизма входя в евхаристическое общение с московским патриархатом не входим ли мы одновременно в общение с остальным православным миром таким образом подвергая себя заразе апостасии от которой мы себя столько лет усердно отстраняли как изменится наше отношение к мобесным церквам или юрисдикциям с которыми мы частично уже полвека назад порвали общение и какой судьбе подвергнутся наши сношения со старокалендарными синодами получившими своей хиротонии от рук иерархов русской православной церкви за границей в завершение рассмотрим как наши отцы определяли миссию русской православной церкви за границей по отношению к определениям за рубежом за границей или в изгнании в нынешнее время нелегко себе представить положение наших предков оказавшихся оторванными от отечества вследствие страшных событий 20 века для которых Россия являлась родиной в прямом смысле этого слова возвращение на родину рассматривалось конкретной реальностью беженцами в особенности в течение первых десятилетий после революции продолжала гореть надежда на возможное возвращение в возрожденное отечество мы читаем в послании архиерейского собора 1953 года следующее можно предвидеть лишь два пути для грядущих событий или восстановление нашего отечества которое после перенесенных страданий сделается источником духовной и нравственной силы и сможет ими напоить остальные народы и страны или весьма скоро наступит конец истории человечества будем совершать посему наше спасение со страхом и трепетом но в то же время и с надеждой на господа бога непоколебимо должны мы держаться веры нашей и заповедуемого ею уклада жизни не поддавая соблазну стать такими же как другие только таким образом мы спасем себя и мир конец цитаты глубокое эсхатологическое ощущение вызванное действительностью изгнания требует отдельного внимания господь бросил семена из России на иноземную почву которая переродила русскую зарубежную церковь которая породила русскую зарубежную церковь строение новых сил или триумфальное возвращение в Россию для свержения воцарившегося зверя и восстановления старого порядка являлось первым импульсом жизнь в изгнании повлияла на особое понимание духовного признавания призвания наших отцов она заставила их сосредоточить свое внимание на святом евангелии весть которого духовно и не от мира сего призывающая к отложению всего временного ради вечной жизни потеря всего земного способствует взору на человеческую историю с точки зрения вечности причины приведшие к катастрофе на родине и к падению святой руси и избежание этого пагубного пути в будущем являлись одним из наиболее важных предметов размышлений наших отцов на самом деле условия изгнания способствовали духовному развитию во Христе многие верующие познали свое изгнание проявлением промысла Божьего и в соответствии вырабатывали миссию русской православной церкви за границей ощущалась острая необходимость резкого и сознательного разрыва с прошлым многие из отцов русской зарубежной церкви принимали активное участие в духовном возрождении начавшимся до революции и проявившимся в созыве Всероссийского собора 1917-18 году скорбь изгнания заставила этих подвижников переоценить исторические грехи прошлого желая строить будущее исключительно на евангельских началах велико было искушение духовной ассимиляции в богатую хоть и декадентную сферу стран пребывания изгнанников однако господь облачил их скорбью по потерянным и преследовал их постоянной памятью о страшных мучениях оставшихся на родине братья пребывающие в постоянной скорби нелегко искушаем мирскими усложнениями и развлечениями и даже испытывает к ним отвращение более того подобное состояние способствовало постоянному размышлению о смысле жизни и промысле божьей таким образом прояснилось в духовном сознании наших отцов что единое есть на потребу всецелая верность православию в противостоянии апостаси что и отразилось в миссии русской православной церкви за границей возможно господь очистил наших отцов лишив их всего земного таким образом позволив им познать ясно евангельскую истину что царство божие и его церковь хотя находятся в этом мире но не суть от мира сего постоянно пытаясь противостоять заражению духом падшего мира наша церковь предупреждала о вреде всех проявлений этого духа во всех сферах нашей жизни даже придавая такие проявления анафеми борьба с коммунизмом постоянно нам напоминаемая не столько являлась политически мотивирована как борьба с тоталитарным режимом как была проявлением духовной борьбы против царства сил тьмы и апостаси стремление к горе от в грехе лежащего мира в направлении к небесному бытию многих привлекло к жизни нашей церкви возможно мы редко давали себе отчет в этой вызванной в начале судьбой изгнания неземной мотивации руководящей нашими решениями постановлениями и определяющей наше самопознание но вникнув чуть глубже именно эта духовная направленность возвысила нашу церковь над лукавством мира сего ощущая на себе слова апостола Павла вы род избранный царственное священство народ святый люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет 1 Петра 2.9 многие именно и боятся что тот свет который не от мира сего перестанет светить если мы будем искать единство с московским патриархатом основываясь не исключительно на духовных началах а на чувствах национальной идентичности или сентиментальной ностальгии нас призывают отделить себя от мира сего для этого необходимо принять все что может этому способствовать отрекаясь от всего отделяющего нас от верности христу и дарованной им нашей церкви миссии вне зависимости от последствий наши решения должны быть руководимы не национальными или сентиментальными чувствами а должны преследовать исполнение воли господней обращаясь к извлечениям наших наших отцов о миссии нашей церкви по отношению к нахождению в изгнании мне придется частично повторить уже сказанное второе всезарубежный собор в своем послании следующим образом определил миссию эту цитата русские за рубежом часто помимо своей воли являются проповедниками слова божия и миссионерами истинной веры знакомясь с православным богослужением и видя чудеса и знамения бываемые у святыня русских многие иноземцы обращаются на наших глазах в православие и проповедуют его среди соплеменников горе однако нам если мы сделавшись орудием промысла божия для благовестия истины подобно древнему израилю в рассеянии уподобимся до конца этому последнему и послужив спасению других языков сами не обратимся на истинный путь и будем за грехи наши отвержены Богом горе нам если мы в совершающихся событиях не узрим перста Божия карающего нас за грехи наши и указывающего путь ко спасению да не будет с нами как с теми от которых отцы и пророки но от которых лишь остаток спасется испытаем себя насколько мы верны Богу и насколько ревностны в исполнении его заповедей отдай русский народ отчет Богу о тех обетах которые ты дал 950 лет тому назад при крещении стань Русь зарубежная пред крестителем твоим святым равноапостольным Владимиром и исповедуй ему грехи свои скажи прежде всего блюдешь ли ты в чистоте святую благодатную православную веру конец цитаты в обращении к шестому епархиальному съезду архиепископ Виталий Максименко определил задачу предстоящего архиерейского собора следующим образом цитата главной целью этого собора и совместного с ним совещания духовенства эмирян является конечно проведение в жизни мероприятий по укреплению в русских православных людях в России несущих православного самосознания спасения православных русских людей от пагубного растворения в окружающей безбожной или полубезбожной среде вот естественная и первейшая забота нашей русской зарубежной церкви в этом необходимость и оправдание ее существования вопреки всем злостным нападкам на ее на нее ее врагов мы выражаем надежду что предстоящий архиерейский собор и совместное с ним совещание духовенства эмирян подымут дух наших верующих заставят их теснее сплотиться вокруг нашей русской зарубежной церкви и вдохновят всех нас на ревностный миссионерский труд насаждения и укрепления в душах всех русских людей особенно подрастающего молодого поколения священных заветов нашего великого просветителя святого равноапостольного великого князя Владимира конец цитаты другая тема часто затрагиваемая нашими отцами было напоминание о том что политическая свобода в которой мы находимся не только является даром Божиим но также накладывает большую ответственность архимандрит Константин пишет цитата это не наша заслуга а милость Божия что мы на свободе но это есть и возложение на нас ответственности исключительной открыта пред нами возможность служить Христу одним только тем чтобы оставаться ему верными в церкви милостью Божией сохранившейся за рубежами подневольной России в своей истинности больше ничего от нас не требуется но поскольку мы не изменим Христу мы тем самым выполним нарочитую святую миссию на нас возложенную в том только и заключающуюся чтобы остаться открыто и убежденно истинно православными людьми верными своей истинно православной церкви конец цитаты архиепископ Антоний Барташевич возглавляющий Женевскую и западноевропейскую кафедру выражался похоже указывая однако на еще большую ответственность нашей стороны за окружающий нас мир цитата какие же задачи имела наша русская зарубежная церковь для чего Господь рукою крепкою и мышцей высокую вывел эту церковь из предела нашей родины в этот свободный мир Господь выводит часть этой церкви за границу нашего отечества в свободный мир и возлагает на нее ответственность и миссию быть голосом русской гонимой церкви говорить от имени этой церкви открывать истинное положение в церкви и верующих на нашей родине я думаю что вторая задача русской зарубежной церкви это проповедь в инославном мире истинного христианства вы знаете что в наше время католичество и протестантизм переживают кризис и многие разочарованные знакомясь с православием вошли в нашу русскую церковь в которой нашли истину мы сильны тем что выполняем миссию порученную нам богом конец цитаты наша современная реальность нам показывает что мало кто из нашей паствы себя ощущает в нынешнее время в некоем изгнании обращая ранее внимание на демографические данные мы видели что большинство нашей пастве родилось и выросло на западе вне зависимости от того происходит ли они от русских предков покинули ли Россию добровольно или приняли православие в зрелом возрасте массовое возвращение в Россию так и не произошло после падения коммунизма произошло на самом деле обратное и наши храмы переполнены новоприезжавшими новоприезжими на запад русскими покинем покинувшими сознательно свою родину нельзя оспаривать реальность нашего постоянного пребывания на западе за рубежом американец англичанин или немец принявшие православие вряд ли могут себя ощущать в некоем изгнании или нахождении за рубежом в диаспоре каким образом вышеизложенное влияет на наши отношения с московским патриархатом вернемся к прежде упомянутой свободе от политических влияний желательно ли нам объединяться с церковью столь тесно связанной с секулярным государством Российской Федерации сумеем ли мы сохранить наше духовное сознание после реинтеграции в московский патриархат и тем самым в мировое православие мы старались определить миссию русской зарубежной церкви согласно самому названию нашей церкви обратившись к самим изречениям наших отцов далее наши размышления были направлены на реалии современной жизни и мы задали целым рядом важных вопросов по отношению возможности продолжения нами нашей миссии в случае объединения с московским патриархатом и искренне желаю желаю чтобы вопросы мною поднятые сегодня помогли нам обратить наш взор на миссию нашего богатого церковного наследия нашу русскую православную церковь за границей евангелие от марка 16 15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари я не 1 8 но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями в иерусалиме и по всей иудеи и самарии и даже до края земли колоссянам 1 23 если только пребываете твердые и непоколебимые в вере и не отпадаете от надежды благовествования которое вы слышали которое возвещено всей твари поднебесной которого я Павел сделался служителем однажды странствуя среди долины дикой внезапно был объят я скорби великой и тяжким бременем подавлен и согбен как тот кто на суде в убийстве уличен потупя голову в тоске ломая руки я в оплях изливал души пронзенной муки и горько повторял метаясь как больной что делать буду я что станется со мной и так я сетуя в свой дом пришел обратно уныние мое всем было непонятно при детях и жене сначала я был тих и мысли мрачные хотел таить от них но скорбь час отчис у меня стесняла боли и сердце наконец раскрыл я по неволе о горе горе нам вы дети ты жена сказал я ведайте моя душа полна тоской и ужасом мучительное бремя текчит меня идет уж близко близко время наш город пламени и ветром обречен он в угле и золу вдруг будет обращен и мы погибнем все коль не успеем вскоре обречь убежище а где о горе горе мои домашние смущения пришли и здравый ум во мне расстрельным расстроенным почли но думали что ночь и сна покои целебные охолодят во мне болезни жар враждебный я лег но во всю ночь все плакал и вздыхал и ни на миг очей тяжелых не смыкал поутру я один сидел оставя ложе они пришли ко мне на их вопрос я тоже что прежде говорил тут ближние мои не доверяя мне задолженные почли прибегнуть к строгости они же с ошесточением меня на правый путь и бранью и презрением старались обратить но я не внемля им все плакал и вздыхал унынием тесним и наконец они от крика утомились и от меня махнув рукою отступились как от безумного чья речь и дикий плач до кучны и кому суровый нужен врач пошел я вновь бродить унынием изнывая и взоры в круг себя со страхом обращая как узник из тюрьмы замысливший побег или путник до дождя спешащий на ночлег духовный труженик влача свою веригу я встретил юношу читающего книгу он тихо поднял взор и вопрос меня о чем бродя один так горько плачу я и я в ответ ему познай мой жребий злобный я осужден на смерть и позван в суд загробный и вот о чем крушусь к суду я не готов и смерть меня страшит коль жребий твой таков он возразил и ты так жалок в самом деле чего ж ты ждешь зачем не убежишь отсели я куда ж бежать какой мне выбрать путь тогда не видишь ли скажи чего нибудь сказал мне юноша даль указуя перстом я оком стал глядеть болезненно отверстым как от бельма врачом избавленный слепец я вижу некий свет сказал я наконец иди он продолжал держись всего ты света пусть будет он тебе единственная мета пока ты тесных врат спасения не достиг ступай я бежать пустился в тот же миг побег мой произвел в семье моей тревогу и дети и жена кричали мне с порогу чтоб воротился я скорее крики их на площадь привлекли приятелей моих один бронил меня другой моей супруге советы подавал иной жалел о друге кто поносил меня кто насмех подымал кто силой воротить соседям предлагал иные уж за мной угнались но я тем более спешил перебежать в городовое поле дабы скорей узреть оставить и места спасения верный путь и тесные врата 1835 год Александр Сергеевич Пушкин благодарю за внимание сегодня все спаси христос пошел с богом скопировал оттуда настольной книгой было Джона Буньяна в путешествии пилигривы и подъем